Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые партнеры. Прежде всего я хочу извинения говорить за то, что мы более не смогли вошли по определенным техническим проблемам. Слава Богу, вы меня слышали и видно, да? Подтвердите, пожалуйста. Вы меня видите? Слышите? Так, можем начинать, да? Хорошо. Добрый день, уважаемые партнеры, добрый день, уважаемые друзья. Я шлю вам привет из солнечного Азербайджана, хотя сегодня у нас немного пасторно и дождливо, но это не меняет ничего. Ровно как обычно у нас сегодня прямой эфир и мы будем говорить с вами о здоровье. Вначале хочу представиться. Меня зовут доктор Алий Поборис. Я врач-кардиолог высшей категории, практически с 30-летним стажем, из которых я 18 лет потратил, то есть посвятил скорой и неотложной медицинской помощи. Моя история такова, что до 2000 года я работал в институте кардиологии, но всегда как-то это меня... Было неприятно выписывать больным фармпрепараты. Я всегда обращал на то, что в аннотациях любых препаратов, где-то вот две строчки написано о показаниях, чуть более написано о противопоказаниях. И меня всегда волновало тот раздел, где указывались побочные действия. Я всегда на это обращал внимание, что мы старались, допустим, вылечить что-то, как лечить и другое. И поэтому я остановил свое деятельность, как лечащего врача. И начал свою деятельность врачом неотложной помощи. Потому что здесь уже такой ответственности не было. Я, выезжая на вызовы, оказывал непосредственную помощь людям, но лечебным делом не занимался. И вот ровно год назад мне посчастливилось познакомиться с этими чудо-бальзамами. Я изучил эту тему очень внимательно и решил поехать в Казахстан. Вот год назад, в мае месяце, мы были в Казахстане на грандиозном мероприятии, связанном с этим кампанией. Я был поражен масштабом всего этого. Это настолько мне импонировало, настолько мне понравилось. Мне удостоилась честь встретиться с профессором, доктором Нурлановым, Нурланом Маратовичем, где у нас была плодотворная трехчасовая беседа. Я познакомился с нашими уважаемыми сотрудниками, и они практически ответили на все волнующие мне вопросы. И я, убедившись в том, что это действительно то, что мне нужно по жизни, я, вернувшись на свою родину, со своей командой дали старт. За год практически работы в Азербайджане мы собрали, будем говорить, неплохой материал, потому как эти бальзамы воздействуют на людей. Это чудо, действительно. И я счастлив, что наконец-то я нашел то в жизни, о чем всегда мечтал. Это коротко о себе. Теперь перейдем к основной теме. Теме насущей. Теме, актуальная тема, это здоровье человека. Ведь что такое здоровье? Мы всегда говорим, что друг другу желаем, будь здоров, дай Бог тебе здоровья, всего основного. А что лично мы делаем для того, чтобы сохранить наше здоровье на должном уровне? Вернемся к самому началу. Что является функциональной единицей начала всего живого на Земле? Это клетка. Вот действительно клетка это чудо, которое создали. Не знаю, как хотите называть это, высшим разумом, создателем или другими именами, но это действительно принесенное сюда чудо. Давайте рассмотрим ее детально. Прошу обратить внимание на доску. Элис приблизительно показал структуру клетки. Это мини-фабрика. Это живая мини-фабрика, имеющая в своем составе целая цеха по переработке. Так вот, клетка работает постоянно. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Наша клетка. Для того, чтобы она работала в полном режиме, клетка требует сырье. Что является сырьем для клетки? Это угли, водород, жиры, мелкие микроэлементы. Это витамины. И много чего. Так вот. Это наподобие, представьте себе, стройку. Строится какое-то новое здание. Если в обнии не будут поступать туда такое сырье, как бетон, цемент, вода, арматура, кирпичи, будет ли строиться то? То же самое и здесь. Клетка требует. Помимо этого, во главе стоит обязательно вода и кислород. Все окиснительные и восстановительные процессы притекают посредством кислорода. И этот процесс называется аэробный процесс. То есть, все это происходит с участием кислорода. Совокупность клеток составляет ткань любого живого организма. Пространство между клетками, так называемое межклеточное пространство, или по-другому называется матрикс, тоже состоит из жидкости, из воды. Как и внутрь клетки, плазмы. Мы их едим, принимаем пищу, пьем воду. Все это поступает в наш желудочный и кишечный тракт, где вся эта пища перерабатывается, расщепляется, всасывается в кровь. И посредством кровеносной системы поступает вот сюда. Самая мелкая кровеносная система – это капилляры. Так вот, посредством капилляра, все эти, вся эта пища, расщепившись полностью, поступает в межклеточное пространство. И каждая из них, если это природа, подходя к мембране, то есть оболочке клетки, показывает свой паспорт. Типа, я углеводород, или же я витамин В12, или же, я не знаю, я белок. И свободно, через пору, мембран клеток поступает внутрь клетки. И вот здесь идет процесс работы. В результате чего вырабатывается определенная энергия и синтезируются необходимые для организма биохимические структуры в виде гормонов, перментов и так далее. Вот, допустим, к примеру, возьмем клетку поджелудочной железы. В основном клетки поджелудочной железы, они направлены на выработку инсулина и определенных ферментов, которые необходимы при пищеварении. И все это сырье, вот эти вот гормоны и белки, они создаются на основе сырья. Допустим, в составе инсулина есть такой элемент, как цинк. Он, опять же, забирается все отсюда, синтезируется и, опять же, пропускается в кровь. И где инсулин, попадая, который выполняет транспортную функцию, то есть доставку глюкозу клетки, потом возьмем, даже, другой пример, клетка щитовидной железы. Какая его функция? Использовав сырье, которое находится в межклеточном пространстве, то бишь белки, углеводы и обязательно такой элемент, микроэлемент, как йод, вырабатывает два основных гормона, необходимые для жизнедеятельности всего организма, как триотерианин, тироксин и так далее. Так вот, у каждой клетки есть своя функция. Все это запрограммировано ДНК, дезоксин, либо дублевный источник, которое находится в ядрешке клетки. Это код. Код, данный создателем, какую функцию должна выполняться. Должна выполняться эта клетка. Все записано в этой нашей ДНК. Так вот, каждая клетка имеет срок своей жизни. Допустим, клетки печени обновляются каждые 60 дней. Клетки крови обновляются каждые 20 дней. И вот каждый раз, когда клетка обновляется, она денется, снимается спираль ДНК. Вначале денется ядро клетки, а потом сама клетка. Старая отмирает, новая продолжает жить. Как и все живое. Так вот, как возникают болезни? Давайте посмотрим. Организм человека очень сложно устроен. У него есть защитные механизмы, защитные реакции. Есть эндогенная защитная сфера, есть внешняя защитная сфера. Первая защита наша, это, будем так говорить, фаза экскреции. Что это такое? Всякие микровы, вирусы, токсины попадают в наши дыхательные пути, посредством нашего носа. Там же очень много волосинок. Они задерживаются там, накапливаются. И организм определенное время старается высвободиться. У нас приходит такой рефлекс, как чихание. Если эти токсины, гирусы, бактерии попадают на верхние дыхательные пути, там тоже вырабатывает свой рефлекс. Это кошелевой рефлекс. Если токсины попадают в желудок, то желудок старается освободиться от него. У нас такой рефлекс? Правильно. Работа. Если токсины образуются в кишечнике или попадают туда, то, естественно, организм усиливает работу кишечника, так называют гиперперистальтика, и освобождается посредством поноса. Также есть такая защитная сфера организма, как высокая температура. Не надо его бояться. Что такое высокая температура? Когда микробы или вирусы попадают в нашу кровь, полностью мобилизуется вся иммунная система. И организм поднимает температуру, что при этом, при 37-38 градусах и выше, активизируются особые клетки иммунной системы, такие как тенипоциты, макрофагия, клетки убийцы. И вот при такой высокой температуре идет борьба. Но мы люди, к сожалению, как только немного повышается температура, сразу стараемся его сбивать всевозможными препаратами, таким как аспирин, парацетамол и так далее. Чем мы, нарушая борьбу организма и мешаем ему бороться. Я имею в виду, что в некоторых особых положениях надо вмешиваться для снижения температуры. Это надо учитывать, допустим, возраст. Если это до 3 лет, у ребенка маленького происходит температура, да, надо сбивать эту температуру. Почему? Потому что так как у ребенка еще не сформирован центр терморегуляции мозгу, возможны судорожные синдромы и так далее. И исключения всегда существуют. Но по-большому мы не должны вмешиваться в борьбу организма против инородного. Это внешнее. Вот это все входит в фазу экскреции. И зачастую посредством этого организм, освобождаясь от этих токсинов, никаких заболеваний или побочных явлений не происходит. Но если все-таки токсины, микробы и вирусы проникли во границах, возникает вторая фаза, называемая воспаление. Это как может быть локальное воспаление. Допустим, ухо болит, я не знаю там, сердце болит. Или же это может быть генерализовано, опять же, с повышением температуры. Но это тоже обратимый процесс. Организм все справляется, если дать ему возможность. И все проходит бесследно. Третья фаза у нас называется фаза депонирования. Что это такое? Согласитесь, что вместе с пищей и водой, которую мы принимаем, наш организм упутствует очень много химических соединений, небиологического происхождения, которые добавляются. Либо в воду, либо в продукт. Ну, возьмите любой продукт, который вы можете купить, допустим, в маркете. Ту же самую сметану, творог или колбасу. Посмотрите внимательно состав. Всегда там присутствуют эмульгаторы, присутствуют консерванты, присутствуют красители, всевозможные добавки. Они добавляются в этот продукт потому, чтобы этот продукт определенное время, срок не испортился. Но они все чужды. Это все химические сомнения, это не биология. Так вот, все эти добавки, все эти вещества, тоже посредством кровеносных сосудов поступает в межклеточное пространство. Давайте я покажу. Но они не могут проникать в клетку, так как у них нет доступа к клетке. Это чужие родные, это не биология. И начинается скопление этих токсинов в межклеточном пространстве. Это и есть пазодопонирование. Их количество здесь увеличивается. Их становится очень много. И они нарушают нормальный кровоток. То есть возникают так называемые пробки. Стас. Вот бывает только в больших городах, вы видите, в определенные часы всегда так называемые пиковые часы. Все, весь город останавливается. Машины не могут проехать. То же самое происходит и здесь. Здесь я нарисую более толстую линию. Это так называемый биологический барьер. Указывает то, что то, что происходит до биологического барьера, это вполне устраняемо. То есть организм может полностью восстановиться без каких-либо последствий. Но то, что произойдет в процессе любови за биологическим барьером, к сожалению, его восполнить невозможно. Нет против этого никакого лечения. И все то, что мы как врачи назначаем, это имеет только симптоматический характер. Это является не лечением. Это просто устранение или снижение тех симптомов, причиной которой явилось ваше посещение к врачу и которое вас беспокоит долгое время. Так вот, как я сказал, все эти процессы, они до биологического барьера вполне восполнимы. Но когда происходит большее накопление токсинов, а токсинов мы называем все. Это и химические соединения, и вирусы, и бактерии, которые тоже вырабатывают токсины. И сюда входят еще те токсины, которые вырабатывают своим организмом, нашим. То есть это эндотоксины. Они возникают в процессе движения деятельности. Они тоже все начинают здесь скапливаться. Нарушается кровоток, и происходит снижение кровотока по капиллярам. То есть, посредством крови нарушается нормальное снабжение клетки всеми этими пищевыми продуктами, всей этой пищей. Клетка начинает страдать. Клетка говорит, дай мне все это для нормальной работы. Но так как здесь происходят пробки, оно в полной мере, в полном объеме не поступает в клетки. Так вот, помимо того, что здесь нарушается кровоток, то здесь останавливается. И вот клетки крови начинают слипаться в виде монетных столбов. То есть происходит здесь микротрамбирование. И вот после этого сюда абсолютно ничего не поступает. Но клетка-то продолжает свою работу. И вот весь этот процесс, то, что я называю, является, имеет другое название. Капилляра, токсикоз. Вот это именно тот момент, когда начинается болезнь. Если его не предотвратить, то уже эта болезнь перейдет в необратимую фазу. Следующее, это токсины. Настолько здесь многочисленные скопились, что они начинают проникать. То есть нарушают целостность клеточной мембраны, начинают поступать внутрь клетки. И тем самым начинают блокировать работу таких включений клеток, как метахондрии и все остальное. То есть блокируется работа цехов. И этот процесс вызывается поступление внутрь, называется интригнация. Козревление это начало болезни. Вот это начало, этот момент мы всегда упускаем. Как это проявляется в виде всевозможных симптомов? О дизе вам скажу. Представьте, что клетка работает посредством кислорода. Всякости, если вы станете процессами. Но когда поступление кислорода не происходит, клетка вынуждена перейти на другой режим работы. Так называемый анаэробный процесс. То есть без участия кислорода. Тогда клетка не может оставить свою деятельность. И при этих анаэробных процессах возникает такое вещество, как один из альдегидов молочной кислоты. Которого в норме в организме человека не должно вырабатываться, к сожалению. Так вот, какую роль играет этот альдегид? Весь наш организм опичка тысячами, сто тысячами определенных рецепторов на эту альдегид молочной кислоты. Так вот, эти альдегиды, прикасаясь к этим индикаторам, напрямую, непосредственно, срочно посылают сигнал центральную нервную систему. И центральная нервная система реагирует на это в виде боли. То есть давая информацию для организма, что где-то, в какой-то области идут процессы анаэробного характера, где произошел синтезирование этого альдегидомолочной кислоты. Так вот, нам организм дает сигнал в виде боли. Это может быть головная боль. Это может быть боль в сердце или где-то в другом органе. Вот этот момент мы всегда упускаем, к сожалению. Если бы мы серьезно обратились к этому моменту, мы могли бы устранить эту причину. Но мы ищем легкий путь. Мы сразу обращаемся к всевозможным анальгетикам, всевозможным обезболивающим средствам, чтобы снизить, прекратить эту боль. Но первая причина не устраняется. Мы обманываем себя. Наша задача сделать так, чтобы эта боль прекратилась. Правильно? Но процесс продолжает расти, усугубляться. И вот эти токсины, поступившие внутрь клетки, начинают нарушать работу клетки. И в клетке начинается процесс дегенерации. К сожалению, это необратимый процесс, при котором клетка начинает дегенерировать, нарушается вся его деятельность, вся его функция. Но страшнее всего то, что среди этих всевозможных химических соединений чуждого организма есть особые, так называемые, свободные радикалы. Это более агрессивные химические соединения, которые поступали в клетку, нарушают целостность ядра, находят ДНК и начинают разрушать целостность ДНК. Это очень опасный момент. Я до этого вам говорил, что каждая клетка имеет срок своей жизни. То есть она в определенное время делится, дает жизнь новой клетке. И так продолжается все. Но когда структура ДНК нарушена, клетка выходит из-под контроля. И начинает делиться с большой скоростью. И вот этот процесс называется процесс дидифференциации. То есть процесс. Иначе рождается раковая клетка. Вот посмотри еще раз внимательно. Клетка, которая вышла из-под контроля и начинает со скоростью делиться, это раковая клетка. И если эти раковые клетки начинают распространяться по лимфатическим узлам по всему телу, то есть метастазировать, это называется злокачественная опухоль. Но если клетка не распространяется, то есть не разрастается и не переходит в другие органы, это называется доброкачественная опухоль. Но опять же она тоже опасна, потому что никогда неизвестно, в какой момент она может перерождиться и распространиться в организме. Это очень запущенная форма болезни, где излечение невозможно. Так вот, я постарался вкратце показать 6 фаз преобразования клетки из нормальной раковой клетки. Это одна из основных причин вытекновения онкологии. И все это начинается именно с процессов нарушения микроциркуляции, то есть с капилляра токсикоза. Вот это все процессы нарушения обмена веществ. То есть нормальным путем вещества не могут проникнуть ни вовнутрь клетки, и нормальным путем не могут изнутри клетки попасть в межклеточный протоксик. Действительно нарушается здесь обмен веществ. Это процессы, как нарушение обмена веществ, процессы капилляра токсикоза, это фактически является первопричиной возникновения любого заболевания. Если мы на это обратим свое время, время уделим на это, то мы можем, не используя никаких химических лекарств, дать возможность организму самоизлечиться, так как окружающий наш фонд, там где мы живем, действительно загрязнен. Это и пища наша, это и вода, это и экология, это и газы городские, выхлопные, это и так называемые высокое электромагнитное излучение посредством телефонов, компьютеров и остального. Но все это, мы живем в мире токсинов, а защититься не можем. Что же нам делать? Так ли будет это продолжаться? Я вам скажу другое. Когда я познакомился с этими бальзамами, я понял одно, что эти бальзамы действительно чудо. которое пришло к нам. Потому что это единственное в мире средство, которое может спокойно устранить все эти первопричины, такие как нарушение обмена веществ и нарушение микроциркуляции. И дать возможность клетке полностью восстановить себя. Вот что такое наш бальзам? Давайте еще раз посмотрим. Здесь состав в основном. Это у нас идет коэзин. КО-10. Что это такое коэзин? Это основа всей жизни. Потому что это витаминоподобное вещество, которое придает клетке, особенно ее метахону, ту самую энергию, которая способствует своевременному делению клетки. Он у нас вырабатывается до 25 лет в полном объеме. Поэтому за этот период мы растем. У нас сильный иммунитет. Мы практически здоровые люди. Но начиная с 25 лет, начиная с 25 лет, и в течение где-то 10 лет до 35, его внутренняя эндогенная выработка начинает снижаться из-за экологии и всего того, что я вам рассказал. И начиная фактически с 35 лет запускается механизм старения. Ведь в наших клетках изначально запрограммирована на наших ДНК работа клетки, которая может давать ему повод делиться минимум 52 раза. И если каждая клетка будет делиться 52 раза, то по программе ДНК мы можем прожить 120-140 лет. Но, к сожалению, мы не живем в этот возраст. Мы еле-еле дотягиваем до половины его и умираем в результате болезней. Так вот, в мире существует много компаний, которые производят этот коэнзим, но, к сожалению, все они жиропостворимые. А так как наш организм в основном из 72-75% состоит из воды, то есть для того, чтобы этот коэнзим жирорастворимый усвоиться в нашем организме, необходимо в течение дня употребить очень много жирной пищи, что практически невозможно. И единственный продукт мирового класса, в составе которой именно водорастворимый коэнзим, это наши бальзамы, аналогов его в мире нет. Что еще находится в нашем коэнзиме? 88 ксантом. Что такое ксантом? Это самые сильные растительного происхождения биофлавоноиды, то есть антиоксиданты. Что такое антиоксиданты? Антиоксиданты от слова антиокисление имеют в своей структуре лишний электрон. Поэтому они отрицательно заряжены. И этот лишний электрон при встрече с любым токсином в виде химического соединения или вируса, бактерии, оно отдавает электрон, нейтрализует их. Самым сильным, одним из сильнейших антиоксидантов в мире считается общеизвестный витамин С. Так, это сильный антиоксидант. Но каждый из ксантонов сильнее любого сильного антиоксиданта как минимум 40-50 раз. Это показывает его силу. Но в каждом растении или каком-то фрукте нет такого большого числа к ксантому. К примеру, такое растение, полезное с лечебной точки зрения, как алоэ, имеет в своем составе всего лишь один ксантом. В листьях капусты содержится два ксантома. В гранате содержится три ксантома. Но есть один плод, который является, считается королем всех плодов, так называемый мангостин, в составе которого 43 ксантома. Так вот, общее содержание ксантома в наших бальзамах 88. Это мощная сила, это мощный иммунитет, это мощная защита. Еще в составе есть респиратрол. Каинезим это Нобелевская премия, респиратрол это вторая Нобелевская премия. Что представляет из себя респиратрол? Мы его называем чистилищик сосудов. Он содержится в косточках и в кожице красного винограда. И поэтому, если обратите внимание на статистику, менее всего подвергаются заболеваниям сердечной сосудной системы те нации, те народности, которые всю жизнь употребляют красный виноград. Ну, в виде, допустим, вина. Обратите внимание, у них меньше всего этих болезней, связанных с сердечной сосудной системой. Так вот, это же респиратрол. Помимо этого, здесь находятся витамины. Все витамины, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма. И в общей сложности здесь 250 микро и макро соединений. Все необходимые организму микроэлементы. То есть, состав бальзамов настолько прекрасно создан. Здесь все, что нужно клетке в течение его жизнедеятельности. И мы, принимая эти бальзамы, мы даем возможность, мы даем клетке нормальное питание. Это считается клеточным питанием. Это не лекарство ни в коем случае. И вы не думаете, что оно действует как лекарство. Нет, оно просто дает всему нашему организму и каждой нашей клетке то, что ему требуется. И вот с этим, принимая эти бальзамы, ускоряется кровоток, нарушается все, нейтрализуются все эти токсины, восстанавливается нормальный кровоток, нормальное питание клетки, устраняется вследствие этого капилляра токсикоз, восстанавливается обмен веществ, и болезнь сама уходит. тому доказательство очень много как говорится у нас результата. Я обратил внимание, в течение двух лет и одного года в Азербайджане фактически те заболевания, которые до сих пор считались неизлечимыми, это может быть и раковая болезнь, и онкология, то есть это может быть такие неизлечимые болезни, как витилиго, допустим, кожного заболевания, псориаз и все остальное получаем просто поразительные результаты. И все вследствие того, что благодаря нашим бальзамам устраняется первопричина всех заболеваний. Аналогов в мире этим продуктом нет. Это просто чудо. Вот сейчас в данный момент у меня находится на лечении трое онкологических больных, от которых отказалась официальная медицина. Им даже сказали, что настолько они слабые, что невозможно не то, что операцию сделать, невозможно даже химиотерапию провести или радиоизлучение. И вот эти люди, которым дали срок 2-3 месяца, уже более полугода живут, уходят, приходят к нам и благодарят нас. Вот это действительно очень хорошо. Это то, что я искал. И мои благодарности за то, что я посоветовал вопроса, я здесь лечением не занимаюсь, я посоветую попить эти бальзамы. Да, результаты превосходные. И я думаю, что за короткое время, я в этом полностью уверен, что наша продукция достойна действительно Нобелевской премии. Что еще я могу сказать? Я сегодня попытался вам показать все процессы, происходящие в нашем организме, которые все это связаны с нашей клеткой. заботитесь о своем здоровье. В первую очередь заботитесь о ваших клетках, потому что если они потеряют свою функцию, их восстановить невозможно. Как говорится, если вы будете следить действительно за тем, что вы употребляете в пищу, какую воду вы пьете, действительно в организме создать такие условия, что любая болезнь отойдет от вас. Еще хочу добавить, что эти бальзамы творят такое, что изменяя внутреннюю среду организма создается определенное условие, при котором не могут жить ни паразиты, ни грибы, ни вирусы, ни бартерии. У нас есть в организме постоянный статус. PH около 7,4. Что такое PH? Это показатель кислотно-щелочного баланса. Клетки могут в полноценной мере работать при вот таких показателях. Это показатель доказывающий слабо-щелочную среду. При слабо-щелочной среде не могут существовать инородные в виде бактерий, вирусов, паразитов и грибов. Но так как здесь, посмотрите, еще раз обратите внимание, когда идет процент накопления топонирования, так как кровь не может нормально доносить до клетки, все нужные питательные вещества и кислород, здесь происходит, начинается процесс закисления. К примеру, возьмите, вот маленький ручей. Если мы заблокируем вход и выход, что произойдет? Не будет поступление свежей воды и через некоторое время этот маленький прудик начнет закисляться, то есть будет превращаться в болото. То же самое происходит в организме. Вот когда происходит этот процесс капилляра токсикоза, нарушается обмен веществ и начинается закисление организма. То есть это кислая среда. Вот поэтому здесь иммунная система падает. и всевозможные чужие родные вещества, такие как микроорганизмы, бактерии, вирусы и грибки, также паразиты многоклеточные, они прекрасно чувствуют себя в этой среде закисленной и размножаются. И еще один показатель. Очень важный ОВП, так называемый окислительный восстановительный потенциал воды. Это очень важный момент. Живая нормальная вода должна иметь отрицательный заряд. До этого я говорил, что отрицательный заряд имеет антиоксидант и ксантоны. Так вот наличие многочисленных антиоксидантов и ксантонов в воде имеет отрицательный показатель имеет общая вода. То есть это антиоксидант и вода. Такую воду в природе можно встречать только лишь на курортах в семейно известных источниках, которые из-под земли дают живую воду. Вы знакомы с такими общеизвестными курортами, как Карловый Бары, Трусковец, Миссантугей, Пятигорск. Почему люди едут в эти источники? Они приезжают и в течение трех недель только пьют эту воду антиоксидантную, выздоравливают и возвращаются. Наша вода, как бы мы его не очищали, как бы не капитили и не пропускали через фильтр, все равно имеет положительный залет. То есть это фактически свободно-радикальная вода. Вредная вода. Путем исследований доказали, что материнское молоко, околоплодные воды и кровь человека имеет показатель минус 70. Так вот, клетка воспринимает только ту воду, которая имеет PH около 7,4 и отрицательный заряд. Но так как мы принимаем пищу, пьем воду вот с положительным зарядом, организм тратит колоссальную энергию, чтобы превратить эту воду в отрицательную, чтобы клетка его восприняла. И поэтому тратя такую колоссальную энергию на переработку воды, показателя воды, организм, иммунная система резко падает вниз. То есть вся сила, вся энергия уходит на это. И мы открыты ко всем болезням. Понимаете? А вот наши бальзамы что делают? Мы это проверили. Сделан один прыск концентрата Павлов Сприк на определенное количество мы обратили внимание, что из показателя плюс 400 вода превращается минус как минимум 50. То есть мы употребляя эту воду, давая минусовую воду организму, мы способствуем тому, что организм не тратит никакой энергии, чтобы превратить вот эту воду воду. Поэтому не потратив этой энергии наша иммунная система на очень высоком уровне. Это наша защита. То есть ни одно средство в мире, ни одни БАДы не могут создать нет. Вот такую атмосферу. Я еще хочу сказать разницу между всеми биодобавками и нашими бальзами. Во-первых, все биодобавки имеют какого характера, какого плана они? Это либо капсулы, в которых будем так всевозможные масла, либо это капсулы, содержащие порошок. Наш продукт основан на воде. Это самое главное, так как организм из воды стоит. Еще одно отличие. Если во всех этих биодобавках есть конизим, но он, к сожалению, жирорастворимый, наш конизим водорастворимый. Третье отличие, что наша продукция при своей технологии используется облучение концентрированным солнечным спектром, то есть не полностью солнечным, а концентрированным янтарным спектром, который дает все живое на земле. Облучать всякие капсулы и порошки невозможно. и в конце наша продукция пропускается через классическую музыку. Сколько бы ни пропускали эти капсулы через классическую музыку, они заряжаться не будут, так как они основаны из порошка состоят и всяких масел, так как наша продукция на основе воды заряжается именно вода, положительным зарядом, то есть вода становится живой. Ведь и общеизвестный факт то, что любая вода это живая биомасса, оно носитель положительной энергетики. И мы облучаем классической музыкой этот продукт, оживляем эту воду. Еще что я могу сказать, просто очень много можно сказать по поводу наших бальзамов, я могу часами говорить, какое-то чудо, но мы ограничены временем. Я постарался вкратце вам объяснить, как происходит болезнь и что нам нужно делать. На сегодняшний день в мире не существует второго такого продукта, который имел бы такое действие. Поэтому я всем и всем советую, убедительно советую, используйте бальзамы, есть вам дорого ваше здоровье. Ведь потеряв здоровье, вы никакими деньгами его не сможете восстановить. И жизнь будет короткая, к сожалению. Зачем укорачивать свою жизнь всякими болезнями? Не верно ли? Как говорится в одном выражении спасение утопающего от дела, самих утопающих. Поэтому, имея на руках вот эти чудо-бальзамы, нет необходимости обращаться к врачам, фактически выделяется свою жизнь чужим людям. Все создано природой, все в природе. И вот мы используем эту уникальную возможность природы восстанавливать свое здоровье и живем столько, сколько нам дано свыше. у нас есть время, да? Что еще могу сказать вам? Ну, в принципе, в принципе, я постарался коротко все вам это сказать. Ну, в конце можете, если у вас там есть вопросы, можете задать, я постараюсь ответить. Да. Но основных проблем, в чем больше всего мне задают вопросы. Доктор, вы говорите, надо много принимать воды. Правильно. Почему? В течение сутки каждый человек теряет до трех литров воды. Это не просто, я очень смеюсь, с мочой. Это через кожные покровы, это из дыхания. Теряет такое количество воды. Мы разве восполняем полный объем? Нет. Некоторые говорят, я не могу пить воду. Некоторые говорят, у меня нет такой привычки. Но поймите, не употребляя достаточное количество воды, мы делаем, создаем такую ситуацию, где вода уходит из межклечетного пространства, вода уходит изнутри клетки и тоже нарушаются процессы синтеза. Мы должны давать воду эту. Поэтому надо вводить привычку, пить 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 надо. Кто сколько может, но не менее двух литров обязательно в течение дня употреблять эту воду. И при том есть водный режим. Воду надо употреблять тепло-горячей виде. Температура такой воды должна составлять где-то 38-40 градусов. Объясню почему. Температура нашего тела 36,6, а температура желудка именно 38. И попав в воду допустим такой тебе как плюс 20 или еще больше в летнее время обожаем пить холодную воду. Попадая в желудок оно не проходит сперченную кишку пока не приобретет эту температуру. Пока желудок его не нагреет. И некоторое время эта вода с нашей желудки закисляется посредством желудочного сока и попадает кишку в закисленной форме. Если вы будете употреблять воду в тепло-горячем виде, оно по определенным желобам, находясь в малой крови желудка, попадает в воду.